Теперь жители 117-го дома по Красноармейской могут смело делать ремонт в квартирах. Раньше мешала протекающая крыша. Говорят, за вековую историю здания ремонта здесь ни разу не было. Все было гнилое. Все вот в этом подъезде пожар был. В том подъезде тоже пожар был. Лаги все были вообще такие все сожженные. Кто делал ремонт, это все на смарку. В общем, там делали. Вот делала она. Евро-ремонт у нее. Все там отвалилось, все свалилось. В общем, вот, наконец-то мы дождались. Евро-ремонт. 117-й дом по Красноармейской строился для управления Самары-Златоустовской железной дороги. Возведено здание по проекту знаменитого архитектора Петра Щербачева в 1935 году. Изначально крыша дома была фальцевая, то есть сделана без стыков. Строители при ремонте придерживались технологии и сохранили задумку архитектора. Соблюли и другие условия. Прежде чем приступить к ремонту объекта культурного наследия, подрядная организация получила специальное разрешение и проектную документацию. При ремонте таких зданий важно сохранить исторический облик. Была разработана научно-проектная документация, которая согласовывалась с управлением охраны объектов культурного наследия. Потом подрядная организация у нас получает разрешение на производство работы и, соответственно, все работы выполняются в рамках научно-проектной документации. То есть ведется как технический надзор от заказчика, так и авторский надзор. То есть это проектная организация, которая следит за соблюдением проектных решений. К ремонту крыши приступили весной. С учетом перерыва на карантин в график уложились. Объем работ предстоял большой. Старые конструкции сильно обветшали. Здесь мы сделали капитальный ремонт крыши, в который входил усиление стропильной конструкции, замена утеплителя полная, полная смена обрешетки, огнебиозащитная обработка деревянных конструкций, полная смена покрытия, полная смена ограждения и водосточной системы. В планах на этот год отремонтировать в Самарской области 53 объекта культурного наследия. Всего в списке на ремонт числится больше 200 домов. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События.